Привет, друзья! Если вы смотрели два предыдущих выпуска, то наверняка вы уже видели самый быстрый автомобиль на планете – Trust SST, который 15 октября 1997 года поставил мировой рекорд скорости на автомобиле, разогнавшись до 1228 км в час, и первым преодолел звуковой барьер на суше. С того момента до дня сегодняшнего никто еще не ездил по земле быстрее, чем он. Однако не всем доступны подобного рода автомобили, но людей и машин, готовых погонять на запредельных скоростях, еще есть огромное множество. Будет это хоть гоночный болид или же верхом на скаковом верблюде. Ну а в этом ролике я предлагаю вашему вниманию 10 самых быстрых и мощных автомобилей на земле в своих категориях. Говоря о самых быстрых автомобилях, нечестно не вспомнить о McLaren F1 с двигателем V12 от BMW на 6,1 литра и 627 лошадиных сил. Машина имеет максимальную скорость в 372 км в час, а без ограничителя оборотов и вовсе все 392. При этом масса автомобиля немногим больше тонны. F1 имеет редкую схему размещения водителя строго по центру, а отсек двигателя обшит золотой пленкой для отвода тепла. Недавно на аукционе один из 107 выпущенных автомобилей был продан более чем за 10 миллионов долларов. Наверное, вы ожидали увидеть в этой номинации Ferrari или McLaren, однако не тут-то было. Benetton B186 1986 года весом в 540 кг с 1,5-литровым турбированным двигателем от BMW. Официально самый мощный автомобиль Формулы 1, развивавший в квалификации 1500 лошадиных сил. Для сравнения, современные болиды имеют средний объем двигателя в 1,6 литра и развивают порядка 700 лошадиных сил. Однако, для своего времени B186, как ни странно, оказался довольно успешным. Гонщики команды завоевали два пола и три быстрейших круга в гонках, а Герхард Бергер одержал также первую победу команды в Гран-при Мексике. Как вы думаете, сколько лошадиных сил в самом мощном автомобиле в мире? Тысяча, полторы или, может быть, две? А вот не тут-то было. Мослер MT900 GTR XX Twin Turbo Landshark. Мощнейшая машина для города, которую построила американская компания Intense Automotive Design. Мотор от Chevrolet Corvette в оригинальной модели заменили доработанной восьмеркой LS6 от спортивного подразделения GM Performance Paths с увеличенным объемом новой системы питания, газораспределительным механизмом и двумя турбинами. Этот агрегат развивает мощность, внимание, невероятные 2500 лошадиных сил. И это только вдумайтесь, при весе автомобиля в 690 килограмм. Официально не называют его максимальную скорость. Производитель просто скромно говорит, что она превышает 491 километр в час. На бумаге же автомобиль способен достичь 603 километров в час, аэродинамика рассчитана на скорость в 643 километра в час. Выходит, что эта ласточка смогла бы посоревноваться даже с некоторыми самолетами. Неплохо, Мослер, неплохо. Но пока что ты не самый быстрый, а просто самый мощный автомобиль, который может передвигаться по дорогам общего пользования. Говоря о самом сильном и потенциально самом быстром автомобиле, грех не вспомнить официального рекордсмена, действующего на данный момент. А им признан шведский гиперкар Königsegg Agera RS, который смог разогнаться до 444,5 километров в час. Этот гиперкар оснащен алюминиевой пятилитровой V-образной восьмеркой с твин-турбонаддувом, которая выдает 1341 лошадиную силу. Для установления этого мирового рекорда был перекрыт 18-километровый участок автотрассы в Неваде. А для того, чтобы нивелировать влияние попутного ветра, автомобиль проехал по трассе дважды – от старта к финишу и обратно. Северная петля Нюрбург-Ринга Место, манящее самых престижных производителей автомобилей уже не один год подряд. Рекорд времени тут – негласный вопрос престижа производителей, пожалуй, абсолютно всех серийных спорткаров. 20 километров без права на ошибку. Коварные сгибы, перепады высот, капризы погоды – это все великая ужасная Нордшляйфа. Однако кто же оказался самым быстрым на этой ужасной трассе? Вы удивитесь, но рекорд прохождения северной петли в 6 минут 11 секунд был установлен еще в далеком 1983 году. Это был Порше 956 под управлением Штефана Беллофа. Однако это был гоночный автомобиль. Для сравнения, рекорд самого быстрого на этой трассе серийного автомобиля с допуском на дороге общего пользования составляет 6 минут 47 секунд. А поставил его все тот же Порше на модели 911 GT2 RS, обставив на несколько секунд Lamborghini Huracan в 2017 году. Как известно, попасть в книгу рекордов несложно. Для этого достаточно лишь придумать то, что до этого никто не додумался, и сделать это первым. Автопроизводители в этом плане – не исключение. Тем более, это лишний повод, чтобы привлечь к себе внимание. Примерно таким образом, английская Altima GTR 720 в 2006 году установила мировой рекорд по упражнению в разгоне до 100 миль в час с последующим торможением до полной остановки, которое авто выполнило за 9,4 секунды. При этом разгон от 0 до 100 занял 5,3 секунды, а торможение – 3,6. Их автомобиль имел двигатель 6,3 литра V8 на 720 лошадиных сил от General Motors. Масса же суперкара – 990 килограмм. Говоря о самых быстрых автомобилях, грех не вспомнить драгрейсеров, быстрее которых по прямой мало кто способен ездить. Еще в 1977 году среди них выделился ракетный драгстер на перекиси водорода в пустыне Мохаве под управлением Киттио Нил. Он прошел 1,4 мили за 3,22 секунды, разогнавшись на отрезке в 402 метра с нуля до 663 километров в час. Это просто нереальная цифра и умопомрачительное ускорение, которое не каждый пережить-то способен. Для сравнения, текущий рекорд 10 тысячи сильных драгстеров класса Top Fuel на секунду больше – 4,4 секунды. Что такое группа B? Это категория ралликаров, в которой технические ограничения были отодвинуты далеко за пределы тесных ныне гоночных рамок. Другими словами, производители болидов были вправе пытаться сделать бесконечно быстрый автомобиль, чьи возможности потрясали воображение. Группа целиком состояла из настоящих монстров, где количество лошадиных сил переваливало за 600, а масса машин не всегда достигала даже тонны. Это был золотой век ралли, подаривший нам немало легенд. Но какой же автомобиль был самым огнедышащим? Ford RS200 EVO 2 – официально самая мощная раллиная машина. Этот Ford стал настоящей легендой, которой до сих пор находится место на любительских гонках. С турбодвигателем 2,1 литра, мощностью 800 лошадиных сил, берущих барьер в 100 км в час за 2,1 секунды, а потолок скорости находился возле отметки в 250 км в час. При этом машина весила чуть больше одной тонны. С такими характеристиками страшно ездить даже по асфальту, а не то, что по грунтовой дороге в далеком 1985 году. Говоря о самых быстрых автомобилях в различных категориях, было бы нечестным не упомянуть о самом быстром дизеле. Он принадлежит компании BMW, которая в 2017 году на Франкфургском автошоу представила самый быстрый в мире дизельный автомобиль по имени Alpina D5S. Дизельная Бестия развивает скорость до 286 км в час, а разгон до сотни у нее занимает 4,4 секунды. Для сравнения, сверхдорогой гиперкар Кёникс Эксисиар разгоняется до сотни всего лишь на 1,2 секунды быстрее. Такой космический результат – полностью заслуга трехлитрового дизеля с тремя турбинами. После доработки специалистами компании он развивает 388 лошадиных сил и обладает максимальным крутящим моментом 800 ньютон-метров. Отличить же Alpina D5S от обычной пятерки можно по обвесу с заниженному кузову и фирменным 20-дюймовым диском. Покупить ее вы сможете по цене от 87 900 евро, что примерно эквивалентно 7 миллионам российских рублей. Вам кажется, что все номинации уже разобраны и больше мне вас нечем... Аппарат также неплохо справляется со своими обязанностями. Весьма хорошо стрижет траву. Так и получается, и газон постриг, и рекорд по времени прохождения на треке установил. Универсальная штука для любого настоящего мужика. А на этом у меня все, друзья. Спасибо за просмотр и не забывайте поставить лайк под этим видео, а также подписаться на Удивительный мир. Продолжение следует...